Пункты оккупации, то есть я видела в окно танк, и военные, и там просто военные, такая, в общем, пушка на плече огромная, то есть он так вот, вот так вы проезжаете, и он за вами смотрит. Чемоданы я собирала всего несколько раз, потому что первый раз я собирала, ну, один у меня был там документ, ну, как бы нужный, какие-то компьютер, там, еще какие-то, то есть это чемоданчик совсем был, и свой основной чемоданы собирала несколько раз, и, ну, каких-то странных вещей вообще набрала. Ну, как бы, так я набрала какие-то, чтобы ценные вещи, чтобы, возможно, я могла их продать, потом я забрала, там, шубу. Алена бизнесмен. Забрала, да, забрала, там, фен, дайсон, ну, каких-то странных вещей вообще набрала я, потом смотрела, ну, как бы, ну, я вообще не понимала логику, но, в принципе, в чем-то она была, что хотя бы вещи, которые имеют хотя бы какую-то ценность, потому что я не понимала, куда я еду, что будет. Я пошла на эвакуацию, мы долго очень ждали автобуса, наверное, часа четыре, я даже, мне кажется, не замерзла, ну, у меня такое состояние уже было атрофированное, вот. И моя мама, Сочи мама, она решила сходить к сестре, посмотреть, как они, с ними попрощалась, и я плакала о том, что я понимала, что мы можем больше никогда не увидеться. Мама радовалась, что у меня хоть появился шанс спастись. Ну, и минут, там, я не знаю, сколько прошло, я вижу, мама возвращается в Сочи, ну, мы все еще ждем этот автобус. И, ну, как бы, очень подходит и говорит, Алена, если ты не уедешь, иди туда, к Свете, потому что у них, у них очень хороший погреб, и ты, как бы, там тебе будет надежнее, потому что, если у нас дома что-то случится, от нашего дома не останется ничего. Поворачиваю голову, вижу, что идет моя сестра, племянница, ну, и сестры муж. У меня аж свет в глазах появился просто, потому что я поняла, что я еду не одна, и я их не видела две недели. Сестра, вообще, она пришла, значит, в курточке, в том, чем она была там во дворе, она пахла костром. Все люди, которые стояли, выглядели очень плохо, вот, всем было страшно, все были грязные. Ведь сестра с собой просто взяла, у нее был портфельчик такой небольшой, были просто документы, зубная щетка, какое-то белье и деньги, все. Я все пыталась хотя бы что-то утащить с собой, вот, то есть сестра пришла просто без ничего. То есть она в таком цена говорит, ничего страшного, все купим, главное выжить. Мы очень медленно ехали, очень, я не знаю, 30-40 км в час, наверное. Проезжали пункты оккупации, то есть я видела в окно танк, и военные, и там, ну, просто военные, вот, там, такая, в общем, пушка на плече огромная. То есть он такой, вот так вы проезжаете, и он за вас смотрит. Ну, то есть в тот момент... Российские военные? Че же слово? Да, да, да. Российские. Русские, да. А потом, когда мы уже заехали, проехали в Белогородку, и нам в окно машет наши здесь, как бы, флаг украинский, да, нашибки, вот, и, ну, то есть он нам машет, а ты просто сидишь в таком шоке, и ты не понимаешь, кто это, и почему он машет, и потом только осознание происходит, что ты выехала, вот, и нас начали, там, кормить какими-то, что-то, какую-то еду, в том состоянии, как бы, еды совершенно уже не хотелось, ты в таком просто шоке, потому что ты, ну, опять, чуть не умер. И нас пересадили в городские автобусы, и туда привезли на вокзал в Киев. Я, как бы, немножко была в шоке, потому что в Киеве, да, собственно, ничего нет. Ну, там, как бы, да, ежи военные ходят, полумрак, ну, как бы, не все так светится, но там нет того, что было у нас, конечно, это первый шок был. Ну, потом мы сели в электричку, которая вакуационная была, бесплатная электричка, деревянное вот сидение, которое, это никакой поезд, ну, там, спальня или нет, мы просто вот так вот сели на эти деревянные. И просто поехали без света, вот, вот так мы доехали до Львова. У меня было еще разочарование, что там вообще люди даже не осознают, что в другом месте где-то война. Мне было очень сложно, и мне просто хотелось спрятаться и не выходить дома. Дальше я поехала в Испанию, спасибо огромное моим друзьям. Я не знаю, меня откачивали, назовем это так. Я очень долго еще переживала, потому что, ну, все, мама, все же мама была в оккупации, и, как бы, спалось мне далеко неспокойно. Мы старались позвониваться, мы договорились там раз в два дня, старались держать связь. Когда уже ушли оккупанты из Ворзеля, это был конец марта, вот, но так как там еще не было ни света, ничего, как бы, ехать туда было еще, там, не разрешали, потому что это все заминировано было. Это я еще была в Испании, улетела я 15 мая, вот, и пока я доехала, ну, долетела в Варшаву, с Варшавы, вот, именно автобусом, доехала домой. Какие были твои первые вражения после повердения? Какие борзли сейчас? У меня было отрицание того, что там происходили какие-то действия. То есть мне не хотелось осознавать, что, ну, вот здесь бомбили, вот здесь разбомбили, что разрушены дома, и мне не хотелось это совершенно там, выставлять как-то в сториз, хотелось немножко от этого отойти наоборот и видеть в своем борзеле что-то прекрасное, как там цветы-цветы, они начали распускаться, там, дома у нас красивый сад, и как-то, ну, концентрироваться больше на этом. Я вернулась, мы вообще, мы не могли наобниматься, мы не могли поверить в то, что мы вместе, и у меня еще такое состояние после дорожки немножко было после перелета и автобуса, да, то есть мне казалось, что я сплю, но мы договорились не говорить больше об этом, ну, то есть мы договорились не говорить, потому что это насколько больно было, что мы как-то решили сосредоточиться на чем-то более хорошем. Мы все вместе, слава богу, вот, что выжили, и дом наш уцелел, да, там, ну, как бы, крышу побило немного, забор там, ну, может, стены там, ну, то есть колонна, может, там, чуть-чуть за домом упалилась, ну, в принципе, как бы, не критично, то есть отремонтировали и все, да. Вот, а еще у меня просто была история с сардиной, это когда была эвакуация, мама мне, когда пришла, когда уже стояла в очереди, она шла к сестре, она мне взяла какие-то сардины, консервы какие-то, воду там, чтобы вдруг, если там будут расстреливать автобус, и я там буду бродить где-то по лесу, чтобы у меня была какая-то еда и вода. Да, то есть, когда я уже приехала во Львов, и мы с сестрой, у меня хоть чемоданчик был, я начала там доставать какие-то вещи, там, племяннице какой-то гольфик, сестре какую-то футболочку, там, что у меня было, начало делить вещи, потому что они вообще без ничего, вот, я оставила им, говорю, ну, сардину я буду лететь дальше, как бы, я не буду брать, оставлю вам. И, собственно, когда я уже вернулась, и мы собрались снова на ужин, сестра принесла эту сардину, и мы просто за этим крылом столом, который сидели все семьей, мы открыли эту сардину, и все просто сели по кусочку. А вот это такая жирная крупная точка в этой истории? Не знаю, я просто стараюсь оставить это позади себя, всю эту историю, но, тем не менее, когда происходят какие-то взрывы, вот, в Киеве были недавно взрывы, дрон летал, и я слышала автоматы. После того количества взрывов, которое было в Орзале, тело, оно как-то себя по-странному вело, совершенно у меня мышцы, они сразу такие, как бы, ну, холодно сразу в теле было от взрывов, и мышцы такие мягкие становились какие-то, и у меня очень были неприятные судороги в животе во время взрывов. У меня до сих пор, ну, на взрывы, там, и на какой-то шум, на хлопки, на какие-то выстрелы, на, ну, у меня неадекватная реакция, оно, конечно, триггерит очень. Вот эти моменты, они останутся со мной, конечно, навсегда, а так я считаю, что, в принципе, то, что, как бы, мы пережили, я таком молодцом, мне кажется, я как-то уже более-менее, ну, полегче. Скажи, чему ты вирішила повернутися в Украину и не чекать дня перемоги, а повернутися на зараз, коли это досі не так безопасно, как хотелося? Я и так в жизни много путешествовала, и до какого-то периода я поняла, что я хочу быть дома, и дня хорошо дома, потому что я не хочу строить жизнь где-то там, и основная причина, это, конечно, что у меня родственники, ну, когда ты прощаешься с ними на такой ноте, что ты никогда больше не увидишь, и вы не убедитесь, то, конечно, это была основная причина. Спасибо тебе большое, на такой ноте, я думаю, я уже и так тебя выжила трошки, как лимончик, снова тебя перенесла в тот час, но я думаю, что людям будет цікаво это видеть в интервью, и каждая история уникальна, твоя тоже. У меня есть какая-то гордость, потому что я тебя знаю, ты такая девочка-девочка, а ты через это пришла, и для меня ты такой боярец. Вот у тебя даже голос по-другому звучит, какие-то фразы, которые до этого, возможно, ты никогда не сказала, а сейчас понимаешь, насколько это было тяжело. Вот это, на самом деле, мне кажется, украинцы, они очень сильные, вот, и, ну, я думаю, им под силу много, вот, что могу сказать.